Тверская область обладает высоким научным и инновационным потенциалом. С этого заявления начал общение с молодыми учеными края глава региона Игорь Руденя. По мнению губернатора, очень важно, что исследования научного сообщества направлены на решения значимых не только для нашего региона, но и всей страны задач. Мы сегодня, как вы все видите и знаете, живем в период глобальных перемен, наступает эра цифровой экономики. Это достаточно серьезная задача, это достаточно большой такой глобальный вызов. Сейчас принято говорить, что мы находимся в режиме четвертой промышленной революции. Глава региона напомнил собравшимся о задаче, которая была поставлена перед российской наукой президентом страны Владимиром Путиным, а именно вывести наше государство в число лидеров нового технологического уклада среди мировых держав. По мнению Игоря Руденя, свою лепту в решение этой задачи способна внести и Тверская область. Наша общая задача – это сформировать в регионе комплексную систему поддержки и реализации научных перспективных исследований, разработок, вовлечь ученых в решение задачи развития и муниципальных образований. Это означает Тверской области в целом. В 2018 году в Тверской области более чем в два раза увеличено финансирование грантовой поддержки научных проектов в рамках сотрудничества правительства региона с Российским фондом фундаментальных исследований. Общий объем средств по данному направлению составит 5 миллионов рублей. Планируется поддержать не менее 12 проектов, пояснил губернатор. В свою очередь молодые ученые представили главе региона свои разработки в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, IT-технологий и образования. В частности, один из проектов – в науке. Он направлен на популяризацию научного творчества среди учеников школ в малых городах и на селе. В 2018 году при грантовой поддержке Росмолодежи стартует уже второй сезон проекта. Для ребят из муниципальных образований проведут серию интерактивных занятий по географии, физике и химии. Это направление может получить большее развитие после открытия в регионе детского технопарка «Кванториум», которое запланировано на осень текущего года. «Мы получили такую номинацию, такую возможность. Сейчас провели переговоры с нашими участниками, с рыночными структурами, в том числе Тверской вагоностроительный завод. Ну и правительство Тверской области не остается в стороне. Мы уже выделили помещение для того, чтобы территориально была создана привязкой, создан этот «Кванториум». Для совершенствования региональной политики в сфере науки, обеспечения взаимодействия научного сообщества, бизнеса и власти планируется включить молодых ученых в состав Координационного совета по научной и научно-инновационной политике Тверской области. Никита Васильев, ТВ, Тверь.